Губернатор Михаил Юрьевич сегодня прокомментировал ситуацию с качающимися в Челябинске многоэтажками. Заявление прозвучало сразу после аппаратного совещания в областном правительстве. Со своими заместителями и министрами глава региона обсудил несколько важных вопросов. Все подробности у Владимира Сафонова. Одной из основных тем сегодняшнего аппаратного совещания стали так называемые серые территории. Районы, как правило, промышленные, где ничего не радует глаз. Сплошные заборы, обшарпанные фасады, газоны возле зданий, превращенные в парковки. Михаил Юрьевич напомнил, ответственность за благоустройство несут собственники. То есть внешний вид здания – забота тех, кто владеет в нем нежилыми помещениями. Не хочет предприниматель ремонтировать, сколько уговаривает, но вы не будет. Как только он поймет, что сумма штрафа будет равняться сумме ремонта, ну конечно лучше отремонтировать. Но это же его имущество в конце концов. А кто должен ЖЭК ремонтировать? Нет, конечно. Губернатор обратил внимание на новую российскую тенденцию. В Москве начинают сносить глухие заборы предприятий и делать их прозрачными. Правда, для бизнесменов Челябинской области это пока слишком дорого. Еще одна немаловажная для Южного Урала проблема – беспорядок в сфере пассажирских перевозок. Законопроект, ужесточающий ответственность частных перевозчиков, будет внесен на рассмотрение в ЗАГСобрание. Останавливаться только в рамках остановки, не затыкать предыдущую улицу. Выезд должен быть на территорию освидетельствованными медицинскими и другими комиссиями. Набор штрафов на транспортную компанию тоже должен регламентироваться, потому что безобразное поведение водителей небольших транспортных средств в городе уже речь о выездах. Не мог губернатор обойти вниманием и такой наболевший вопрос, как раскачивающиеся по неизвестным причинам многоэтажки. Письма с просьбой прояснить ситуацию разосланы во многие инстанции, но вразумительного ответа пока не последовало. Михаил Юрьевич догадывается, почему. Чиновничье руководство в армии, оно настолько защищено законодательством. Армия – это как государство в государстве, на них никто не может повлиять. Вот вы знаете, даже по Челябинску, госпиталь, надо снести небольшой сарай для расширения дороги, а механизма сноса нет, потому что это военная часть. По словам губернатора, достучаться до некоторых руководителей федерального уровня удастся скорее рядовым гражданам, в том числе благодаря митингам и пикетам.